Друзья мои, добрый день. Сегодня я приглашаю вас в Биориц. Короткая прогулка будет необычной. Она пройдет с писателем Василием Аксеновым, но посмертно. Имени журналиста, который вел интервью, я не знаю, к сожалению. Вам 75. Вы ощущаете свой возраст? Да, 75. Не убавить, не прибавить. Ничего хорошего в этом нет. Почему? А говорят, мудрость. Мудрости нет. Вообще чепуха это все юбилеи. Все так банально. Мне еще повезло, я ускользнул от этого. Был во Франции. А вот мой друг Войнович нет. У него тоже юбилей в этом году. Непристойные толпы народу, концерт какой-то чудовищный. Кто его делал? С одной стороны юбилей, а с другой коммерческая акция второго канала. А как вы отпраздновали? В Биорице, узким кругом. Мы сидели на террасе и пили шампанское. Вот и все. Нас всего было пять человек. Я, жена, наши русские друзья, мой ассистент. Ах да, еще пес Пушкин. Как это Пушкин? Когда жена увидела его на Арбате, он был такой маленький, горенький и с бакенбардами. Она воскликнула «Пушкин!» У нее от великого поэта, видимо, такое впечатление. Голый и с бакенбардами. Пушкин у нас тибетский испаниель. Кстати, довольно редкая порода. А как вы попали в Биориц? Совершенно случайно. Еще живя в Америке, я стал думать, что надо уходить на пенсию, а оставшееся время потратить на литературу. В 1999 году меня пригласили в качестве почетного гостя в Тулузу на русско-французский фестиваль «Волга-Гаронна». Завершив там все дела, решил отдохнуть у моря, взял машину и направился в Биориц, так как надоело ездить в Ниццу. Та неделя выдалась на удивление прекрасной. Погода стояла чудесная, солнце, серфинг. А вы еще и серфингом занимаетесь? Да, это не так трудно. Главное, далеко не заплывать. А в Биорице сразу угадывается, что ты раньше читал об этом месте. А Набокове, который провел здесь свое золотое детство. А Чехове, который тоже жил в Биорице и раздражался на шум океана. Островинском. В начале 20 века в Биориц приезжали аристократы, богатые и знатные. Это было модное место. Весной из Петербурга и Москвы они ехали на поезде в Биориц. После революции и гражданской войны, уже потеряв свое богатство, они снова поехали сюда. Так в Биорице появилась своя коммуна аристократов. Здесь жил князь Юсупов, некоторые наследники престола. Я уже не застал этого времени. Хотя и сейчас в Биорице живут некоторые из бывших. Они, правда, забыли русский язык. Есть и православный храм, собор святого Александра Невского, где идут службы, но прихожан очень мало. Эти места называют Серебряным побережьем, Коттержент, по контрасту с Ницей, которую называют, соответственно, Золотым. Если отдыхать, то в Биорице от скуки подохнешь. Но я-то приезжаю работать. Устаю от Москвы, мне хочется первое время надышаться воздухом, спать на террасе, высовывая только нос. Потом приступаю к работе. И все равно надоедает. И тогда хочется скорее в Москву. Понимаешь, насколько в Москве интереснее? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова